Беседа в комнате между его божественной милостью Ачья Бхактивидантой Свами Прабхупадой и мистером Хеннисом из Международной Трудовой Организации Департамента ООН, 31 мая 1974 года в Женеве. Пожалуйста, предоставьте ему стул. Ваши ученики любезно пригласили меня прийти сюда и поговорить с вами. Это очень любезно с вашей стороны. Спасибо вам большое. Я из Международной Трудовой Организации Департамент ООН. Это вторая организация после Организации Объединенных Наций самой по себе. И главное направление от Организации – это любого рода труд, любого рода деятельность, связанная с трудом и защита рабочих, благополучие трудящихся. Во многих отношениях, возможно, наши цели или заботы, они совпадают с вашими в каких-то отношениях, в каких-то родах деятельности, в защите человека и благополучии человека. В соответствии с нашей ведической традицией, рабочий класс относится к четвертому классу людей. Люди первого сословия, первого класса – это интеллигенция, очень разумные, ученые. То есть достаточно разумные, чтобы понять самого Бога. Для того, чтобы понять Бога, необходим великий разум. Итак, вот этот первый класс разумных людей называют браманами. Следующий класс интеллектуалов – это те, кто защищают общество. Это кшатрия, третий класс – это те, кто производят пищу и распределяют ее. Это третий класс. Все остальные относятся к четвертому классу. Моя организация фактически имеет дело с благополучием всех четырех классов. Это не только относится к рабочему классу, главным образом, также к тем, кто производит, также она нацелена на нам, менеджеров, на лидеров, до какой-то степени на категории людей, которые защищают, то есть полиция, врачи, медсестры, то есть люди, которые заняты в социальной сфере социальной безопасности. Нас интересует интеллигенция, также в том смысле, что они профессиональные, трудящиеся часто, независимые, чьи профессиональные права и обязанности также нужно защищать и систематизировать. Нет, о чем я хотел сказать. Я не хотел сказать о том, что нас не интересует четвертая категория людей, просто потому, что они относятся к четвертому классу. Нет, я хотел сказать, что есть четыре категории людей. Люди первой категории, второй, третьей, четвертой. И наш взгляд на вещи, то есть в движении сознания Кришны, в том, что мы должны заботиться обо всех классах людей, обо всех категориях. Хотя, естественным образом, природа разделила людей на четыре этих категории, на четыре класса. Но можно привести такой пример. Ваше тело состоит из четырех отделов. Отдел головы, отдел рук, отдел живота и отдел ног. Но все они предназначены для того, чтобы поддерживать тело в порядке. А тело дает пищу каждому из этих отделов. Но если вы сравните все эти отделы, то голова занимает первое место, руки – второе, живот – третье, ноги – четвертое. Мы должны организовать общество так, чтобы все категории людей в обществе были счастливы. Мы не должны только заботиться о голове. Например, вы не должны заботиться только о голове или ногах. Вы должны заботиться о всех частях вашего тела. Тогда ваше тело будет здоровым. Если ваш мозг функционирует должным образом, если ваши руки функционируют как следует, если живот работает как нужно, ноги – как нужно, тогда вы здоровы. Если же вы просто заботитесь только о ногах, но не о голове, ваше тело не будет здоровым. Подождите, дайте я закончу. Итак, Организация Объединенных Наций заботится о четвертом сословии общества. Но как они заботятся о первом сословии общества? Вот в чем мой вопрос. То есть он спрашивает, что они делают, чтобы позаботиться о первом классе людей? В настоящий момент в обществе очень мало заботы уделяют категории интеллектуалов к первому классу. Международная организация труда задается одной из главных своих целей это социальная справедливость. Это означает, что каждый класс трудящихся, если вы хотите на четыре категории общества разделять, как вы сказали, то есть интеллектуалы, производящий класс, класс защитников и класс рабочих. То есть у каждого из этих классов есть свое место в обществе, и у каждого должны уважать как человека, и у каждого должна быть своя доля в вознаграждении за свой труд, также каждый должен пользоваться уважением и располагать свободным временем для медитации и так далее. И в нашей международной организации предвящихся мы не как ЮНЕСКО, мы не посвящены только каким-то философским, культурным или образовательным аспектам интеллигенции. Но я хотел бы привлечь ваше внимание к тому, что ЮНЕСКО очень заинтересовано в том, чтобы выискивать как раз ту головную часть общества. Это ЮНЕСКО. Я не могу ответить на этот вопрос полностью, но я бы посоветовал, что они как раз этим и занимаются. ЮНЕСКО, то есть ООН через ЮНЕСКО, очень активно распространяет культуру и стимулирует философскую мысль. Но мы со своей стороны больше заинтересованы в месте рабочих в обществе. И наша организация задумана по определенной модели, которую мы называем трехсторонняя система. Члены нашей организации — это государство, не правительство, но государство. И каждое государство представляется в нашей конференции двумя правительственными делегатами. Один делегат от рабочих, другой делегат от работодателей. И мы приходим к решениям. И решения, которые принимаются в этой организации труда, не только решения, которые принимают правительство или правительственный класс, это решения, которые составляют консенсус мнений между работодателями и рабочими, а также правительством. И в этом смысле мы видим замечательное решение, которое имеет очень широкий спектр ратификаций. После того, как вот эти три разных категории общества или элемента общества на нашей конференции приходят к согласию, мы добиваемся, чтобы эти решения были ратифицированы национальными правительствами. Затем люди возвращаются в свои страны, пытаются эти решения ратифицировать. Таким образом, достигается социальная справедливость, защита труда, социальная безопасность. Все это, что неразрывно связано с трудом, также с оплатой профессиональных рабочих, таких как архитекторы, медсестры, врачи, люди, которые работают на достаточно независимой основе, не всегда по найму, ветеринары и так далее. в соответствии с ведическими представлениями. Высшая категория людей, то есть первый, второй, третий классы, они никогда не нанимаются на работу, они остаются свободными. Нанимаются только люди четвертой категории. А какие люди, какие рабочие относятся к третьему классу? Третий класс — это люди, которые обеспечивают обществом продуктами питания. В Бхагавадгите сказано «Криши го ракше вани джам». «Криши» значит сельское хозяйство, «го ракше» означает защита коров, «вани джам» означает торговля. Это означает, что люди третьей категории защищают коров, производят достаточно зерна, и если есть излишки, то их можно пустить на торговлю. Вот этим занимаются третьи категории людей. То есть в эту же категорию включаются бизнесмены, торговцы и фермеры. Да, да. Фермеры, особенно на Западе, я вижу фермеры, они выращивают коров, чтобы убить их потом. Здесь не защищают коров. Да, это возможно так, возможно этот атак. Но это я видел в Англии, я видел это в Америке. Они просто выращивают коров на убой в будущем. Понимаете? но обязанность крестьянина, обязанность того, кто работает на земле, защищать, всячески защищать коров, особенно коров, это не относится к быкам? Нет, это как раз относится также и к быкам. Коровы, быки также входят в эту категорию. То есть ко всем жвачно-животным это относится, то есть всех их нужно защищать, не только коров, не только коров женского пола. Нет, нет, и коров, и быков. Быки используются для множества других целей. На них можно пахать. Их можно использовать в качестве средств транспорта и для многих других целей. Мы распространяем сознание Кришны. Во времена Кришны Кришна родился у обеспеченного отца, но тогда быков использовали для перемещения каких-то товаров из одной деревни в другую или для перевоза каких-то вещей. В действительности он должен сейчас задуматься о том, как человеческое общество может жить в мире ради достижения цели жизни, не просто по какой-то прихоти, не имея никакой цели. Мы проповедуем повсюду, мы ездим везде. Если я спрашиваю какого-нибудь человека, какого-нибудь философа, ученого, если я его спрашиваю, в чем цель жизни, он не может объяснить. это означает, что в обществе недостает категории разумных людей. Никто не знает, в чем состоит цель жизни. я думаю, что Международная Организация Труда как раз посвящена уменьшению этого неравенства между разными классами людей, в том смысле, что она дает им лучшую долю тех хороших плодов жизни, и благодаря этому они начинают достигать высшего стандарта человеческого счастья. Как люди сами его понимают. Может быть, они не понимают этого, но нет, природа так устроила, что всем дают равные возможности. Например, когда мы кладем пищу в рот и в желудок, когда она хорошо переваривается и трансформируется в разные секреции и попадает в сердце, превращается в кровь, энергия равно распределяется по всем органам тела. Нельзя думать, что поскольку мозг является лучшей частью тела, ему поставляется больше крови. Нет, везде одинаковое давление, кровяное давление. Так устроено природой. Но когда энергия поступает в мозг, она действует по-другому. Когда энергия попадает в руки, она действует не так. Электричество одинаково везде, но иногда она действует в форме диктофона, иногда в форме микрофона, иногда как нагреватель, иногда как холодильник. То есть есть разные устройства, но энергия одна и та же. В этом смысле вот эта идея коммунистов о том, что все источники энергии необходимо равно распределять. Это устройство природы. И по нашему телу мы можем понять это. Когда пища превращается в секреции, превращается в кровь, кровь переносится по разным сосудам, в разные органы и части тела, вы увидите, что все они обретают силу, удовлетворение. Когда вы говорите о равных долях, например, пища, я думаю, что это правда. Я не говорю о пище, я говорю о благах. Благо необходимо распределять одинаково, равно. Что такое благо? Допустим, вы можете есть больше, чем я. Скажем, я могу съесть больше пищи, чем вы. Скажем, вы можете только полфунта съесть, а я целый фунт. Если мне дают один фунт пищи, а вам полфунта, это равное распределение, потому что мне необходимо больше пищи. Аналогично, благо необходимо распределять равно по потребностям, в зависимости от потребностей, поэтому мы называем это благом. То есть, здесь нет дискриминации в распределении благ. Тогда все будет хорошо. Если мозг функционирует должным образом, руки, должным образом, если желудок работает как следует, ноги как следует, ваше тело здорово, вы можете делать все очень хорошо. то есть, если брать эту аналогию и переложить ее на социум, у нас есть социум, который должным образом уравновешен. О чем я хотел сказать? Если мы просто будем заботиться только о четвертой категории людей, при этом не заботиться о первой категории людей. Несмотря на то, что мы будем заботиться о четвертой категории людей, общество не будет функционировать как следует, потому что мозг не функционирует как нужно. Да. Я думаю, что моя организация практически непосредственно обращается ко всем трем категориям я хочу сказать, что подработой подразумевается любого рода деятельность, любая профессиональная деятельность. Вы не можете сказать любая деятельность, у каждого есть своя деятельность. Конечно, вы не можете сказать, я могу заниматься любой работой, я могу вам советы давать духовной жизни, но если вам необходим какой-то медицинский совет, вы должны к кому-то другому пойти, вы не можете от меня ожидать медицинских рекомендаций. Так что не каждый может делать все, что угодно. Да, я, конечно же, согласен. Должно быть разделение, должно быть разделение, и каждое сословие должно быть в порядке, и тогда все общество будет в норме. Я с этим согласен. Возможно, разница в том, что когда мы говорим о первой категории или отделе головы, интеллектуалах, мы говорим о классе людей, которые по своим качествам принадлежат к этому классу, не то, что они получили просто какой-то титул профессора или ученого, они должны иметь должное качество. Трудно быть профессором или доктором, если у вас нет определенной квалификации. Он говорит, что трудно быть врачом или профессором, если у вас нет должных качеств, должной квалификации. Нет. Но с этой точки зрения он прав. Пока у человека не будет степени, докторской степени, если он не получил образование, мы тоже говорим об этом. Если человек должным образом не получил образование в медицине или в юриспруденции, он не может стать врачом или юристом. Видите ли, в моей организации представлены все государства мира практически, все страны, за исключением нескольких там, Монако, Сон-Марина или Андорра, подобных государств. И благодаря моей организации эти государства мира, это не означает только правительство, выражает свою озабоченность и пытается улучшить положение всех людей, которые активно участвуют в экономике и в современном обществе. Они могут быть профессиональными рабочими. Мы не имеем дело только с врачами, потому что это проблемы организации здравоохранения. Мы не имеем дело с учителями и профессорами университета, потому что это дело больше ЮНЕСКО, и они очень хорошо это делают. Мы не имеем дело исключительно только с производством пищи. Это дело организации продовольствия и сельского хозяйства. Что мы делаем? Мы следим за тем, чтобы люди получали те блага, которые они должны получить за то, что они делают, как служащие в офисах, в банках, в коммерции, в магазинах, в торговле. Нам очень интересно развивать сельскую сферу и улучшать жизнь сельского человека, чтобы он больше не был в ущербе по отношению к рабочим в городах. В этой связи я хотел бы сказать, в Америке класс рабочих очень хорошо оплачивается. Любой человек, который работает на заводе, зарабатывает по 25 долларов, 50 долларов в день. Легко. Но поскольку нет направления, нет тех, кто бы направлял общество. Эти рабочие, особенно негры, 51%, они просто пьяницы. Они тратят свои деньги на выпивку. Они не знают, как использовать свои деньги. Поскольку им никто не дает направления, нет мозга. и у них у самих нет мозгов. У меня столько денег, как же мне их использовать? И как только ему платят деньги, он употребляет их на выпивку. Вы можете думать, что вы достаточно платите рабочим, но поскольку они не руководствуются разумом, они неправильно тратят деньги. Мы также в этом заинтересованы. Мы заинтересованы в этом. Мы не хотим просто говорить людям, как тратить деньги. Мы думаем, что это вам не нужно говорить, но поскольку у него нет разума, поскольку он не руководствуется разумом, он будет неправильно тратить деньги и вызывать беспокойство в обществе. Но мы пытаемся решать это косвенным образом. Мы не говорим людям, как тратить их деньги, мы не говорим им, как проводить их свободное время. мы пытаемся позаботиться о том, чтобы у них были хорошие возможности для досуга, должные возможности для спорта, плавания и так далее. Но это не наша главная забота. Но что мы пытаемся сделать, и в этом наш главный интерес, у нас очень большая программа образования рабочих. Мы стремимся обеспечить образовательными программами рабочих и научить их тому, как понимать проблемы современной промышленности, понять проблемы управления, то есть людей, которые находятся по другую сторону стола. например, чтобы они понимали, как вести баланс организации, например, компании, и понимать проблемы, с которыми спалкивается менеджмент, то есть руководители фирмы, чтобы они понимали какие-то основы экономики и финансов. Вот такие, такого рода образования. И это очень серьезная разработанная программа, которая обращена именно на взрослых рабочих. Конечно, если человек хочет выпить, он хочет выпить, нас в частности не интересует выпивка, если это, конечно, не угрожает работе, конечно, тогда нас это интересует, и мы пытаемся, если это уже угрожает его профессии, мы пытаемся как-то ограничить его в этом. Рупануга Махараш один из наших учеников, прежде чем присоединиться к движению, он был социальным служащим, и он рассказал однажды одну историю об одном случае женщины, которая находилась в очень отчаянном положении, ее муж был в больнице, у нее было пятеро детей, очень много проблем у нее было, отчаянно, рупануга ходил, и каждую неделю приносил ей деньги от правительства, то есть просто подачки, и однажды он пришел неожиданно, потому что он также должен был смотреть за тем, как она использует деньги, он обнаружил ее с каким-то чужим человеком в квартире, и наркотиками, и алкоголем, прямо там, бутылки на полу, и дети голые бегали, и он был вынужден перестать доплатить ей деньги, потому что она не умела ими пользоваться, не было смысла давать ей эти деньги, потому что ей никак это не помогало улучшить свою ситуацию, она лишь поверхностно улучшала ее, но она совершенно не понимала. Вы понимаете это? Да, конечно. Эта программа направлена на долговременную работу культурного улучшения, чтобы преодолеть эту проблему. С другой стороны, было бы неправильно основываться только на этом опыте, то есть и думать, что нужно перестать помогать отличающимся людям. Нет, мы не это хотим сказать. Конечно, верно, что она злоупотребила этими средствами, но тот факт, что чем-то хорошим злоупотребляют, это не дело, это хорошее, плохим. Нет, не это мы хотим сказать. Мы хотим сказать, что все должны руководствоваться разумом, поэтому необходимо поддерживать разумную категорию людей. Но я бы сказал, что это также придает значимости улучшению положения человека на его работе, улучшению его навыков на работе, улучшению его способности представлять своих коллег в профсоюзах. Нас заботит то, чтобы люди повышали свою культуру как рабочие, и в частности, чтобы человек понимал свои отношения с промышленностью и с профсоюзом в общем. И мы надеемся, что благодаря этому человек улучшит свой статус и улучшая свой статус у него будет возможность думать о чем-то другом, кроме выпивки. Но мы видим, что в нашем обществе все наши люди, какой бы профессиональной квалификацией они не обладали, сотни раз более продуктивны, чем они были до прихода в создание Кришны, поскольку сейчас они обрели мир в себе, и поэтому они в более хорошем положении, чтобы исполнять свои предписанные обязанности успешно. Вы говорите, что они больше работы делают? Да. Нет. Работа должна делаться с разумом. Мы не должны просто работать как ослы без какого-либо разума. Осел, например, очень работоспособное животное, но у него нет разума. Мы не хотим такого. Мы хотим работать с разумом. В этом разница. Ну, как я сказал, в этом смысле мы пытаемся улучшать понимание людей, понимание мира. Я согласен, сейчас мир индустриализирован, но если они не руководствуются разумом, не руководствуются мозгом, если у них нет мозга, то что они поймут? Мне нужны деньги, мне нужны деньги на выпивку, вот и все. Вы не можете заставить человека руководствоваться разумом, вы не можете заставить человека пользоваться своими мозгами. Поэтому ООН должен задумываться о том, как создать класс людей в обществе, которые действуют как мозг, которые руководят всеми, которые ведут всех, чтобы все стали счастливы. в этом смысл нашего движения. Я думаю, это ценный момент, потому что в любом обществе всегда было так, что была необходимость в духовенстве, в классе священников, в классе философов, лидеров того или иного рода. И это факт, признанный в целом в обществе. Я думаю, что и на Западе, и на Востоке есть необходимость в религии. Сейчас так называемый класс духовенства, священники, они подправляют наставления Библии под свои прихоти. Как, в Библии есть заповедь «Не убей». Но священники и все категории людей, они просто убивают. Как же они могут руководить, направлять людей? Они поддерживают промышленные скотобойни, чтобы убивать. Как они могут вести людей? Я спрашивал очень многих христиан, включая священников, «У вас есть заповедь «Не убей». это заповедь Господа Иисуса Христа. Почему вы нарушаете ее?» Они дают мне какие-то туманные ответы. Там сказано прямо «Не убей». весь мир только делает, что убивает бедных животных и поддерживает современные скотобойни. Я думаю, что они следуют принципу, который вы сами исповедуете. Вы сказали только что правильное общество. Этому обществу не хватает мозга, не хватает разума. Но весь мир, помимо людей, то есть мир животных, состоит из существ, которые поедают одно другое. То есть каких-то животных поедают другие большие животные. Я так понимаю, что именно это есть то оправдание содержания этих скотобоин. Просто они считают, что это более чистый способ убийства, чем как это делает лев, прыгая на спину антилопы. То есть это естественный порядок. Все животные, есть разные виды животных, которые питаются плотью, и человек просто следует своей естественной природе. То есть он должен стать животным, вы хотите сказать? То есть он должен подражать животному. это прогресс человека, да? Ну, нет сомнения, это та логика, которой они пользуются. Я понимаю ваш момент, поэтому мы также говорим, что любое живое существо должно питаться за счет другого живого существа. Это естественно, это устроено природой, живо, жива, седживаном. Так говорится в ведических текстах. Одно живое существо является пищей для другого живого существа. Это верно. Ну, просто послушайте меня. Но когда вы приходите к человеческой форме, когда вы становитесь человеком, вы должны различать. У вас должен быть разум. Если у вас нет способности различения, если вы ведете себя как животное, то в чем разница? Единственное, о чем я хочу сказать, это то, что общество недостает разума. Человек, природа дала разум. Фрукты, овощи, злаки, молоко, сахар. Ведь в этих продуктах уже достаточно питательной ценности, и человек должен довольствоваться этими продуктами. Зачем содержать эти скотобойния и при этом считать, что это не грех? И люди пытаются стать счастливыми. не думая о Боге. Это недостаток разума. Моя организация не занимается непосредственно тем, чтобы давать людям мозги. Нет, может быть, это не интерес вашей организации, но человеческое общество, если оно лишено мозга, как бы оно организовано ни было, оно никогда не станет счастливым. но моя организация делает то, что убирает препятствия, которые мешают людям обрести мозги. Но это препятствие. Одно из препятствий это просто бедность, нищета. Одно из препятствий это чрезмерный труд. Нет, нет, человек должен быть разумен. У каждого есть религия, индуист, он мусульманин или христиник, неважно. Человек должен уметь различать между грехом и благочестивой деятельностью. Человек должен заниматься благочестивой деятельностью, а не греховной. Это человеческое общество. Если человек не различает что такое, не понимает, что такое благочестивая деятельность, что такое греховная деятельность, это означает, что ему не достает мозгов. У него нет мозга, он не лучше животного. Чтобы вам стало яснее, один из естественных результатов этой системы в том, что человек, которого сейчас считают бедным, как вы сказали, это проблема. Так вот, по нашим меркам, бедный человек не обязательно беден, если он сознает Кришну. Например, в ведической культуре человек считается богатым, если у него есть просто небольшой надел земли и корова, и сознание Бога. Поскольку его сознание Бога приведет его к состоянию удовлетворения тем, что он выращивает свою пищу, доит корову. И это богатство, согласно ведическим стандартам. Поэтому особенно ведическая культура придает значение корове, го-ракши, потому что это очень важное животное для общества. Если мясоеды, если они могут питаться свиньями, собаками, веды не запрещают им этого, если в действительности человеку не нужно мясо, в этом совсем нет необходимости. Есть много других заменителей, но если он все равно хочет есть мясо, пусть он ест менее важных животных, как, например, собак или свиней. С социальной точки зрения в них особой пользы нет. Но зачем есть корову? Она дает такую питательную пищу, молоко, а не только молоко. Согласно ведической традиции, корова настолько важна. Даже моча, даже навоз коровы важен. Да, конечно, важен. Кроме того, с нравственной точки зрения, вы пьете молоко коровы, а после этого вы отправляете ее на бойню. Разве вы отправите свою мать на бойню? А бык, он помогает вам выращивать пищу. Сейчас они изобрели трактор, или иногда занимают этим лошадь. Но в Индии до сих пор пахотой заняты быки. Так что, с нравственной точки зрения, бык производит вам пищу, а корова дает молоко вам. Поэтому они ваши отец и мать. Как отец, он приносит еду для детей, а мать дает молоко. Если человеческое общество не имеет даже этого элементарного понимания, то о каком разуме может идти речь? Конечно, когда вы говорите о различиях между благочестивой деятельностью и греховной деятельностью, сначала вы должны установить, что такое грех. Это уже есть, об этом уже сказано. Например, в Бхагавадгите говорится «Криши-го, ракши, вани, джем». Те, кого интересует лишь производство продуктов питания, пищи, обществе, то есть торговцы, фермеры, они должны защищать коров. Это очень важно, потому что молоко – это очень важный продукт. На Западе мы уже ввели эту систему. В Западной Виргинии мы основали одну общину, сельскую общину, где у нас есть коровы. Коровы дают больше молока, чем на других фермах. Они счастливы. До 80 фунтов молока, потому что они знают, что эти люди не убьют меня. Они знают это. Они очень счастливы. Мы их не убиваем, мы не убиваем их телят на других фермах, как только рождается ребенок. Они прямо на глазах у матери убивают его. Если все это будет продолжаться без... Люди будут действовать без мозга, без разума. Вы можете создавать сотни организаций, общество никогда не станет счастливым. Таково наше заключение. То есть вы хотите сказать, что людей нужно учить тому, что такое грех и что такое благочестивая деятельность? Ну, нас нельзя обвинять в том, что мы занимаемся греховной деятельностью, если они не думают, что то, что они делают, греховно. Поэтому, если у них нет знания того, что такое грех, если вы просто им говорите, не совершайте, не грешите. Что толку от этого? Они должны знать. Мы с самого начала учим в нашем обществе, что такое грех. Что это такое? Употребление мяса — это грех. Азартные игры. Незаконный секс. Одурманивающие средства. Вы должны от этого отказаться. Все эти европейцы и американцы, они привыкли ко всему этому с самого рождения. Они не знали, что это грех. Но поскольку с тех пор, как они пришли ко мне, я им говорил, все это грех, и они отказались от этого. И просто сравните. Сравните их характер, их качество, их поведение, обрыв записи. Вы должны знать, каковы законы природы, что природа ожидает от вас. Природа не хочет, по крайней мере, чтобы человек был грешен. Тогда вы будете наказаны. Я думаю, что в вашей философии должно быть очень много моментов совпадений с той более материалистической деятельностью, в которую мы вывлечены. Мы просто пытаемся дать людям долю их материальных плодов, обеспечить их нормальными зарплатами, домами, возможностями для досуга. Все это должно быть, но без правильных наставлений по поводу того, что такое цель жизни. Я не думаю, что вы можете ожидать, что у вас получится внушить все это людям. По крайней мере, вы не можете ожидать, что международная организация начнет заниматься внушением всех этих вещей людям на национальном уровне. Это даже не национальном уровне должно делаться, а на международном. ООН предназначена для международной деятельности. И наше же предложение в том, что как международная организация ООН должно позаботиться о том, чтобы существовал класс людей, которые бы действовали в обществе как мозг. Вот тогда будет все хорошо. Без мозга, без разума, если работают только ноги и руки, без направления. Ни к чему хорошему это не приведет. Я думаю, что вы должны встретиться с секретариатом ООН не столько с лидерами и начальниками и руководителями, а как к сослугам человечества. Если у нас будет такая возможность. Я не считаю себя лидером человечества, я считаю себя слугой человечества. Тем, кто пытается помочь людям стереть различия между ними, помочь им понимать друг друга лучше. и в той сфере деятельности, в которой я работаю, мы стремимся, чтобы люди лучше понимали друг друга и обрели способность оценивать проблемы других. Если есть действительно мозг, разум, то проблем нет. Как, например, если у меня есть хороший мозг, я хочу взять вот эту вот вещь, положить в карман, но если у меня есть мозг, он скажет, это воровство, это не твоя вещь, я воздержусь от этого. Но если я думаю, лежит здесь без дела вещь, я возьму ее. Что это такое? Я думаю, ваши усилия в философском смысле и ваше учение должно быть направлено на национальных лидеров правительстве, то есть на тех людей, которые занимают положение во власти в мирской или в духовной разных суверенных государствах, и ООН это как раз тот форум для таких суверенных государств. Международная организация труда это такой форум для суверенных государств на определенные темы, связанные с трудом. Нет, какой бы ни была тема, наша цель одна и та же. просто постарайтесь понять. Вы можете организовать много разных формов, но если недостает разума, если разум не функционирует, то никакие организации не принесут успеха. Да, есть некоторые люди, которые наделены лучшим разумом, чем другие. У некоторых людей нет разума, или не так много его. Но по крайней мере должны быть те, кто указывает направление, у них должны быть мозги. Вот в чем смысл. Да, у разных сословий, разных категорий людей разная функция. Например, в любой организации существует разделение труда. Эти люди предназначены для такой-то деятельности, эти для такой-то. Повсюду должна быть организация. Нельзя допустить, чтобы все действовали по своей прихоти. Нет. Должна быть управляющая система, управляющий директор. Он задает направление, и под его руководством все организуется. Так что ООН, такая великая организация, она была сформирована для того, чтобы принести благо всему человеческому обществу. Но там нет департамента, который действительно можно было бы назвать департаментом мозга или разума. Это правда, это правда. Они слуги государств всего мира, если правительства стран мира, если мистер Гискард, мистер Никсон и мистер Уилсон и у других, если у них нет мозгов, я боюсь, что ООН не может ничего сделать, чтобы дать им эти мозги. Мы лишь слуги этих людей, и то, что мы пытаемся сделать, это собрать их вместе и помочь им понять их проблемы. Пусть они поймут, по крайней мере, пусть они поймут то, что они должны делать и то, чего они должны делать. Мы как раз это и пытаемся насколько это возможно. Мы пытаемся это сделать, конечно, мы не можем принимать какой-то радикальный подход. Мы делаем то, что мы можем в том плане, что мы пытаемся быть хорошими слугами и пытаться помогать лидерам двигаться в верном направлении. Спасибо вам большое, ваше божественное милость, за вашу встречу. Я могу показаться вам сумасшедшим, я говорю столько всего. На самом деле это было потрясающе, я очень вам благодарен. я очень строг в этом смысле, если общество не знает, что есть грех, что есть благочестие, то все это бесполезно. Ну, надеюсь, что это просто как украшение. Есть такой пример, украшение на трупе. Если у человека нет мозгов, если он утратил всякий разум, то он как труп. Труп, вы можете украшать его, как вам. угодно. Но какой прок от украшения трупа? Спасибо вам опять же. Спасибо. И дайте ему немного просады. Пожалуйста, посидите еще немного. Мне нужно идти. Подождите хотя бы пару минут. У нас есть такая традиция, мы всегда угощаем гостя просадом эту пищу, которую мы готовим. Спасибо большое, но у меня действительно нет времени. Ну, дайте ему, дайте. Спасибо вам большое. Вы очень добры. Спасибо. Спасибо. Что вы говорите, правда. Они приходят, они выдвигают какие-то свои идеи, если вам она не нравится, они уходят, если вам нравится, они говорят, о, хороший человек. У них свои идеи. абсурдные идеи. Мы по результату видим, что никто не счастлив. Что это за идея? У них великие ученые, великие политики, но разве люди счастливы? Они просто сражаются друг с другом. Недавно в Риме, в Италии происходили сражения между коммунистами и фашистами, и шесть ни в чем неповинных людей погибло в результате. Что? Какой прок от этой Организации Объединенных Наций? У них в действительности нет мозгов. Они что-то придумывают, выдумывают что-то. где разум? Они не способны видеть разницу между грехом и благочестием. Он признал это? Он признал. Да. Любой здравомыслящий человек признает это. Корова дает молоко как мать, а бык помогает выращивать пищу. Он как отец. Они убивают их? Разве это человеческое общество? Как могут они быть счастливыми? Это просто невозможно. Они содержат промышленные скотобойни, особенно для коров и быков. Почему вам тогда не убивать собак и свиней? Если вам нужна мясо. Многие мясоеды едят собак. Собаки бесполезны. Вы можете есть их. Свиньи тоже бесполезны. Они также едят свиней, собак. Все. Он считает, он думает, что у человека есть способность решить самостоятельно свои проблемы. Нам нужно просто собраться в организацию. Вот это есть ООН. Но почему они не думают обо всем этом? Нет направления. Нет направления. Нет мозгов, нет разума. Поэтому последние 20 лет лет уже. Еще прежде, когда я был молодым, была организована Лига Наций. В 1918-19 году они пытаются объединить все нации под разными именами еще с 1918 года. То есть уже более 55-60 лет у них хорошие мозги. Все это умные нации. Но что они сделали? Это означает, что у них нет мозга. Проблемы лишь возрастают. Вместо того, чтобы уменьшаться, они лишь увеличивают проблемы. вы использовали пример, что в ООН между двумя противоборствующими нациями была война. Сейчас уже внутри нации появилось множество противоборствующих партий, и они сражаются друг с другом. То есть вместо того, чтобы битва проходила на межнациональном уровне, сейчас это уже происходит внутри страны. Мой дом, твой дом, и они сражаются друг с другом. Хотя принадлежат к одной и той же нации. Так что в чем улучшение? Сейчас в Италии партия фашистов и партия коммунистов. Сражаются друг с другом, и столько людей погибло. И это будет лишь возрастать. Вот это разделение, расколы. Так что где здесь мозги? То есть нужно сначала дать образование людям. ради которых они трудятся. Да, прежде всего должен существовать класс идеальных людей, мозги и общество, и люди будут идти за ними. людьми. Поэтому я прошу вас стать идеальными людьми. Если мы будем сражаться друг с другом, сейчас мы друг с другом сражаемся, это меня очень расстраивает. та же политика интригею. Природа настолько сильна, что как это называется? Мозг перестает функционировать, человек становится душевно больным. Я помню на прогулке во Вриндаване ваше божественное милость сказали, что в нашем обществе не должно быть политики, потому что вайшнаф это тот, кто хочет помогать другим обретать счастье. А сейчас политика начинается, как только мы. К нам приходят деньги, политика начинается. Это меня очень заботит. Что произойдет с нашими храмами в городах? Сохраним ли мы их? Наши храмы больших, большие храмы, которые у нас сейчас есть? Нет, нет. Мы должны идти туда, где есть возможности давать наставления людям по поводу духовных тем. Мы должны идти туда, проповедовать. Мы не должны разделять. Мы не должны думать, что городами можно пренебречь. Нет, почему? Там тоже люди живут. Они сбиты с толку. Мы должны проповедовать им немного. Повсюду в городах есть такая возможность. Все, что мы собрали, все люди, которые к нам пришли, они пришли с городов, не с деревень, так как можно пренебрегать городами? Речь об этом не может быть. Они как призраки. Последнее, что я сказал, они одевают мертвое тело, украшают мертвое тело. общество нет мозгов. То есть это общество труп. Если человек лишается мозга, он труп, хотя возможно и он еще живет. От этого тела нет толку. Как сумасшедший, например, у него есть жизнь, но какой прок в его жизни? Он уже мертв, поскольку его мозг не функционирует. Разве не так? Если мозг утрачен, если человек лишился разума, то он словно труп, в этом различие между живым телом и мертвым. У живого человека есть мозг, он может работать своим мозгом. Но почему мы называем тело мертвым? Потому что мозг не функционирует. В этом разница. Хотя руки есть, у мертвеца тоже есть руки, ноги у мертвеца тоже есть. Но почему руки и ноги не шевелятся? Потому что мозг умер. Правда ли, что мы должны обучать шудр, чтобы они служили либо Богу, либо осознающему Бога, лидеру? Или они должны получать образование в своей деятельности для Бога? Да, при условии, что вы сами действуете для Бога. Если вы просто их учите, сами ничего не делаете, то как они смогут научиться? Они будут учиться на примере. Когда они действительно увидят, что вот эти люди посвятили себя Богу, тогда они будут делать все, что вы пожелаете. Они создают все более совершенные организации, но они не дают людям примера. все придумывают какие-то идеи. Эти идеи называются разными организациями, но нет никаких традиционных идей. Но эта традиционная идея содержится в Бхагавадгите. Коров необходимо защищать. Горакши. Но кто этому следует? все планируют как убивать коров еще более научным образом. Вот что происходит. Кто прислушивается к наставлениям Бхагавадгиты? Никто. Даже в Индии, где появилась Бхагавадгита, эти негодяи не пользуются этими наставлениями. Они совершенно потеряли рассудок. Поэтому все человеческое общество это мертвое общество. Что толку одевать и украшать мертвое общество? Это бесполезная трата времени, их образование, их прогресс. У них нет мозгов. Какой прок в их образовании? Об этом говорит Чанаки пандит. Змея есть змея. Не ужели вы думаете, что змея, чей клобук украшен драгоценным камнем, доброе и порядочное? Точно так же человек без мозгов, даже если он образован, это все равно, что алмаз на голове змеи. Кима хрень баг ченаки спрашивает неужели нужно бояться змеи, у которой клобук украшен драгоценным камнем, она настолько же устрашающая, как и другие змеи, лишенные этого камня. Аналогично если у человека нет мозгов, образован он или не образован, все равно, одно и то же, Его образование не имеет ценности. Он не знает, что есть хорошее действие, что есть плохие действия. В чем цель жизни, для чего тело нужно, что такое душа. Если все это неизвестно ему, то какой прок в его образовании? Что, этот человек, думаете, остался неудовлетворенным? Он очень торопился убежать. О, да, он попросил, он сказал мне, простите его, ему нужно было идти навстречу. Я бы сказал, если у него нет мозгов, то какой смысл торопиться навстречу? Люди, подобные собакам, свиньям, ослам, верблюдам, что они делают? Они встречаются с такими же собаками, свиньями, верблюдами, ослами. Какое благо это принесет обществу? Мы весьма пессимистично настроены. И наше заключение таково, что каждый, кто не осознает Кришну, он относится к категории свиней, собак, верблюдов, ослов. Нет мозгов. Как у животного. У животного тоже есть мозги. Они используют их для того, чтобы есть, спать, заниматься сексом. Так что у этих людей, у которых также есть мозги, и которые используют их только для этой цели, они все равно, что животные. Но в действительности они не знают, зачем человеку получать образование, в чем цель его жизни, зачем общество людей должно быть организовано. Они не знают этого. Бахир Артхам Маннинах. Они ослеплены этими огромными зданиями. Вот и все. О, мы так продвинуты. И обычные люди, они приезжают в Европу, в Америку, и говорят, о, американцы, такие богатые. Богатые, это означает, что они просто взгромоздили эти камни, кирпичи, вот и все. В этом их богатство. Но где здесь богатство? Но люди наивные, они думают, что вот это нагромождение кирпичей и камня, это настоящая цивилизация. Что вы думаете? Это настоящая цивилизация? Нет. Нагромождение кирпичей, куча камней, это эмблема цивилизации. Они же видели ее. В Римской империи они тоже делали такие нагромождения. Сейчас их нет. Куда они ушли? Почему они вынуждены были все оставить и уйти? Никто не задается этим вопросом. Если человек родился в другом теле, он живет в этом доме, как кошка, собака, крыса, муравей, какой прок, какой благо он получает? А такая возможность остается? Если вы привязаны к телу, к своему дому, но вам не дадут человеческое тело, вам придется родиться в этом доме, или рядом с ним, как дерево, или как крыса, или как кошка, или муравей. Вам придется жить. Природа предоставит вам эту возможность, но вы должны получить тело в соответствии с вашей кармой. Вы не можете нарушать законы кармы? Где обсуждается эта наука? Как только мы заговариваем вот с такими людьми, они говорят, «О, мне нужно на встречу бежать». Как только начинаешь поднимать насущные вопросы, им сразу же нужно куда-то бежать. Вот так работает их мозг. Каждый раз, когда такие люди приходят, как только мы приближаемся к сознанию Кришны, их как будто бы что-то пугает. Как только я начал говорить о убийстве коров, он сразу начал искать оправдание. У него нет ответа. Поэтому он захотел уйти от вопроса, почему христиане убивают. Как только я задаю такой вопрос, сразу же они замолкают. Столько христиан в этом мире, практически большинство населения земли христианин. И они как раз и занимаются убийством. О каком христианстве идет речь? Если оценивать людей, христиан, с точки зрения десяти заповедей, то не найдется ни одного христианина. Ни одного. Тем не менее, папа, кардинал, священник, церковь, все это просто показное. В этом нет жизни. Поэтому это увядает. Практически увядает. Например, наш храм в Лос-Анджелесе, это была раньше христианская церковь. Никто не приходил туда, поэтому здание было продано. А сейчас мы не можем даже поселить всех желающих преданных туда. Жизнь ушла из христианства. Никого она не интересует. И через несколько лет оно исчезнет. Я видел в Англии. Никто не ходит в церковь, все церкви закрываются. Сколько вы еще будете обманывать? Что это? Сок. У меня есть. Можешь раздать. Пропада. У них есть такая философия. Когда мы спрашиваем их, Бог создал... Они говорят, Бог создал мир для нас, чтобы мы наслаждались здесь. Как правило, христиане так говорят. Мир создан для наших наслаждений. Но наслаждение не означает, что вы получаете их греховным путем. Разве Бог дал вам такое разрешение? Наслаждайся, как хочешь, греши, как хочешь. Наслаждайтесь. Есть предписание. Вы должны наслаждаться в соответствии с предписаниями. Бог говорит, Наслаждайтесь тем, той долей, которая вам выделена. Не посягайте на чужую собственность. Так велит Бог. Наслаждайтесь. Вы, человек, вы. Наслаждайтесь жизнью. У вас есть зерно, фрукты, цветы, молоко. Наслаждайтесь жизнью. Предлагайте это Кришне. Наслаждайтесь жизнью. Зачем вам убивать животных? Это заповедь Бога. Тена тяк тена бунджи та. Он говорит, Патрампушпам палам тоям. Зачем вам убивать животных? Это не наслаждение. Это означает, что вам придется за это страдать. Вы уже страдаете. Вы создаете собственные страдания. По крайней мере, этот человек знает, что у них нет мозгов. Возможно, он скажет им на этом собрании, на этой встрече. Но он не смог доказать, что у него есть мозги. И так, как бы красноречиво эти люди не заявляли, мы знаем, что у них нет мозгов, что они подобны животным. Поэтому Бхагаватам говорит, швави двора хостро, кхарай. Эти категории людей не лучше, чем собаки, свиньи, верблюды, ослы. Бхагаватам, школа Бхагаватам не удостаивает таких негодяев название «человек». Школа Бхагаватам весьма строга. Если человек не находится на уровне сознания Бога, он даже не человек. Он животное. Это факт. Но мы не должны ненавидеть животных, потому что наша миссия — возвысить их до человеческого сознания. Нельзя ожидать, что вся ваша аудитория будет очень разумной. Нет. Проповедь необходима, потому что у них нет мозгов. Поэтому ваш долг — терпеть все трудности и приводить их на уровень разума. Не нужно думать, эти люди — животные. Мы не должны с ними никак соприкасаться. Тогда у вас нет миссионерской деятельности. Вы просто будете сидеть в каком-то месте, повторять Харе Кришну. Тогда не открывайте центры. Но и такой уединенный образ жизни тоже опасен, если мы будем подражать Харидасу Такуру. А давайте все. Повторять Святое Имя, не делать ничего. Тогда Майя. Женщины, они очень опытные. Они не смогли одолеть Харидасу Такура, но они одолеют вас, и вы станете жертвой. Поэтому мы должны быть активными. Мы не можем подражать Харидасу. Нельзя подражать Харидасу. Все, кто подражал Харидасу, пали. Они неизбежно падут, потому что подражание таким великим душам, если вы еще не достойны такого уровня, это опасно. Поэтому люди падают. Когда благодаря проповеди повторяя Святое Имя, мы станем совершенными в этом, тогда это возможно. Так Богован едет или нет? Он опоздал на самолет. Опоздал на самолет. Он должен приехать очень скоро, где-то через полчаса. Думаю, сегодня будет много людей вечером. Субтитры сделал DimaTorzok